Привет, друзья! Ну, поскольку мы в Киеве, приехали на Берфест, грех было не зайти к моему тезке Виктору Головко. Привет! Приветствую! Отличный пивовар, еще много-много талантов у человека. Хочу порасспросить, как все это у него начиналось. Очень интересная, думаю, история будет. Встречаемся возле его магазина. Бироклок. Название интересного. Да. Как переводится правильно? Время пить пиво. Время пить пиво. Как все-таки пришел в крафтовую культуру? Да. Ну, история, наверное, такая и простая, и сложная одновременно. По роду своей предыдущей работы, я работал в телеком, в телекоммуникационной области. Я много ездил по миру и, в первую очередь, как бы в пивные страны. Германия, Бельгия, Чехия, Великобритания. Каждый раз возвращаюсь... Центр. Каждый раз возвращаясь домой, я недоумевал, почему у нас не могут варить такое хорошее пиво. Вроде ничего сложного. Вроде ничего сложного, казалось бы. И, тем не менее, почему-то приезжал и пил это... Жидкость. Да, это жидкость, называемую пивом. Постоянно, вот, что-то меня, вот, ну, как-то не давало спокоя. Почему у нас такое, ну, вот, родительное пиво по сравнению с теми, которые я пробую там за границей. Ну, и, как говорится, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Именно так. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Сначала, конечно, я начал там искать в интернетах, но входной уровень был слишком высок. То есть, ну, нужно было там помещение, специальное оборудование. Да, да, это мы знаем. Все, да. К кому и рассказывали. Вот, и поэтому вообще не знал, вообще, как, с какого конца подойти к этому делу. Но потом в итоге я нашел, что есть такие люди, домашние пивовары, которые берут обычную кастрюльку, затирают в обычной марле, там, сбраживают в обычных, там, стеклянных баках, или, там, пластиковых баках. И решил попробовать, попробовал. Конечно, первое пиво было бурда, но для меня оно было самое вкусное. По-любому лучше, чем в магазинах. Да, по-любому лучше, чем в магазинах. И как-то, в принципе, пивоварам, наверное, объяснять не нужно, но если ты начинаешь, то уже остановиться практически невозможно. Это я знаю, да. Ты начинаешь... Затягивает болото такое. Сначала не можешь дождаться, когда оно, наконец-то, выбродит, то зреет, это первое пиво. Ты попробуешь, пробуешь, пробуешь, по чуть-чуть, потом понимаешь, он уже заканчивается, надо второе варить. Ну да. Второе, третье, и так цепляет. А потом подсаживаешь друзей, и они начинают со всех сторон, где пиво, где пиво. Да, и так оно одно за другое цепляет, и уже вырваться из этого невозможно. Короче, стандартная ситуация для всех домашних пивоваров, кто начинал с кастрюльки, и вот так вот с нежным комом начинает все это расти. Потом, конечно, это начинает занимать там полквартиры, и жена говорит. Что ж ты за человек-то такой? Тебе не стыдно, да? Мне тут такое не нужно, когда оно пошло. Было, и у меня такое же было. Только не дает спать. Вот. И в... Ну, год назад, даже чуть больше, я снял отдельное помещение, купил более... ну, немецкое оборудование, в принципе, и уже начал варить не дома, скажем так, а уже на... Ну, пусть маленькой, но... Микроцех такой? Микроцех, да, такой сделал. Ага. И варил пиво уже, скажем так, вот на скором микропивоварке. Уже год варил. Понятно. Даже больше. Ну, а теперь... Ты... Ты... Чисто вот на микропивоварке, какое оборудование ты используешь сейчас? Бравмайстер. Бравмайстер? 50-литровый варочник. Я делаю две варки в день, то есть, в принципе, 100 литров в день я могу сделать. Нормально. Вот. Ну, поскольку у меня еще есть своя основная работа, я варю не так часто, там, 5-6 раз в месяц. Ну, обычно, будет. Это полтонны. Вот это то, что на своей пиво варне. Ну, вот сейчас пока занимался, скажем, открытием магазина. Магазинчика. Варить мне было некогда, и я сделал две контрактные варки, 500 литров каждое. Ну, это первый твой опыт был? Контракт? Нет, это не первый опыт был. Первый опыт у нас был, есть такая пиво варня Эндрис. Ага. Эндрис, вот мы с ним. Говорились там под Выжародом, в Литвиновке. Тоже, наверное, по контракту варились. А это был уже, как бы, мой второй опыт. Просто у меня были заказы много, и я понял, что я не смогу разорваться. Магазины, варки. Я решил просто, типа, покинув контракт на первую варку. Сделать. Сварить много. Партию. Да. Таким образом, скажем так, оптимизировал время, затраченное на варку. Понятно. Ну, вхождение в этот бизнес понятно. Магазинчик покажешь свой? Заходи-ка, посмотрим. Идем. Ну что, очень уютненько, миленько, уютненько. Да. Значит, в принципе, с магазинчиком история следующая. У меня большая мечта в жизни, это все-таки иметь собственный балл. Где там будет и музыка, где проводить время и так далее. А, кстати, ты же музыкой еще занимаешься. Да, занимаюсь. Надо, у тебя еще будет вопрос. Хорошо. Вот, но так, по раскинув мозгами, я понял, что у меня для открытия бара нет, во-первых, опыта, во-вторых, начальных инвестиций. То есть, достаточно серьезные начальные инвестиции. Ну да. А шишки на чем-то набивать хоть? Ну, нужно. По-любому. Харейки, скажем так. И поэтому, когда у меня были там собственные сбережения некоторые, я решил, ну, что они лежат в пыль, припожают. Давайте хотя бы сделаем до начала горшок. Посмотрим, как это вообще. Если спрос, какие пива покупают, какие не покупают, какая сезонность у него. Ну, все вот эти вот шишки набить на маленьком. Ну, предприятие такое. Короче, полное погружение. Такое степ-бай-степ и к своему пабу все-таки. Вот. А потом уже понять, вообще, мое-не мое, и стоит ли же, вот, заниматься или не стоит. Ну, я думаю, твое. Слушай, сколько лет. Поэтому, соответственно, и как бы магазинчик этот биршок отделал, в общем-то, в стилистике права. То есть, доска, ну, да, парная стойка. Ну, только в тару, да? Да. Как бы по законодательству имею право наливать только на вынос. Ага. Здесь не имею. Я понял. Потому что для этого нужно быть плотный клон НДС. Ну, это как? Ну, я понял. Почему? Ну, свои свои заморочки. Да. Поэтому, как бы, вот, решил начать с малого. Ну, а потом, посмотри, пойдет, не пойдет. Понятно. Работаем уже месяц. С 1-го числа. Ну, как? С 1-го августа. Впечатления? Первые две недели хотелось закрыть. Не было. Понятно. Ну, сейчас, вроде бы, появились постоянные клиенты какие-то, вот, начали давать рекламу, начали делать какие-то акции типа, там, дегустации и так далее. Ну, людям, да, надо узнавать. Они, в общем-то, начинают потихоньку идти. Главное, дать человеку, как бы, информацию, что здесь есть пиво и попробовать дать все. И, как бы, клиенты будут. Тут уже приходишь люди и спрашивают, а когда у вас будут карточки постоянно покупать? Да, уже бонусная программа. Да, бонусная программа, когда будет. Ну, в общем, нормально. Хотя, изначально жрешь, ну, как бы, все маркетинговые методы там, флайера, какие-то там, типа, я давал даже рекламу на радио, на интернет-районе. Ну, у меня там, после, есть друзья, ну, я понял, на радиостанциях. Я давал рекламу на интернет-радиостанциях, ничего не помогает. То есть, люди не шли, не шли, просто не шли. И как выкрутился? Ну, вот я жрешь, вот, дегустации, такие вот бесплатные, там, нам привлекают еще внимание, потому что, очень много сезонороду приходят выпить на дульняк. Ну, понятно. Вот. И, скажем так, вот штендера помогает, кстати, как неудивительно. На улице. Когда выставляешь штендер на улицу, выделываясь, люди мимо ходят. Да, мы здесь работаете, я говорю, да уже три недели, а мы никогда не видели. Ну, да, он как-то так, в глубинке, немножко во дворе, и человек ходит с работы на работу, там, и, как бы, даже не глядит. А тут люди просто спотыкаются, о, что такое, давай зайдем посмотрим. Ну, да. Как-то так, потихоньку, даже дойдет. Ну, мы тоже столкнулись недавно с этими всякими проблемами, тоже свой магазинчик не открыли в Харькове, и тоже первые дни тишина. Тишина полная. Тишина, да. Ну, тоже, я там по каналу дал там информацию, и пошли люди, да, узнали, что же есть, то давно же просят. Поэтому, так что, ребята, киевляне, гости столицы. Заходите в гости, будем рады видеться. Жилянская, 45, отличный магазин крафтового пива. Как у тебя слоган этот? Иснуя и инши пива. Иснуя и инши пива. Да, то есть, как раз на магазинах только на крафт и только на украинский крафт. То есть, значительно. Никакого масс-маркета, никакого февдокрафта. Никакого февдокрафта, никакого импорта. То есть, вот, ну да. Посмотрим, выдержим ли мы этот, ну, я надеюсь, что... Не, ну, это круто. Я думаю, во-первых, мы, как пивовары, делаем, я думаю, не хуже. Абсолютно. Вот. И, во-вторых, люди там должны поддерживать своего. Конечно. Поэтому... Я вообще считаю, что украинский крафт, наверное, в Европе, ну, ну, не самый лучший, но один из лучших. Один из лучших. Да. Поэтому его нужно развивать и поддерживать. И мне как раз интересно развивать не те, как бы, для людей продвинутые, которые знают немножко какого-то графа. Все знают, что цыпу, фравду и варвару. Да. Можно, конечно, было взять эти три и поставить здесь, чтобы не забыть. Но мне интересно, я цыпу, варвары, и, правда, они, в принципе, и так и без меня достаточно достученные. Мне интересно, какие-то маленькие, пивоварники, какие-то малоизвестные. Да, я удивился, когда, то есть, ты ответил, что давайте попробуем и поставим на кран, если понравится. Ну, белый хлеб наш хит-продаж здесь. Хит-продаж. Ваш белый хлеб у нас хит-продаж. Отличный вид. Так что, приходите, пробуйте. Потому что, я, например, я мелксталок пить не могу, но я его ставлю, потому что я знаю, что людям очень нравится. Людям нравится, да. То есть, я на свой вкус не ориентируюсь. Я ориентируюсь, чтобы пиво было качественно, чтобы эффекта не было. Вот. И, ну, Ну, ты все-таки пробуешь. То есть, чисто технически, да? Ну, я чисто технически, да. Оцениваешь дефекты, все, вкусоароматику вот эту. Да, вкусоароматику, это я оцениваю, отсутствие дефектов. Но нравится мне или нравится, это не является определяющим, как говорится. Ну, это профессионально такой подход, да. Ну, да. Потому что, многие вот так вот это берут, то есть, мне нравится, я это беру. Ну, а вкус такой, субъективный. Я вообще считаю, что у меня очень субъективный вкус, и мне очень многие вещи нравятся, которые не нравятся другим. Так много людей таких тоже, да, бывают такие, что, кажется, думаешь, как они такое пьют, то есть, ну, тоже IPA, я, ну, нюхать, с удовольствием нюхаю, пить не могу, а шуши сворачивается, язык трубочкой, горечь, такая, люди балдеют, ну. Да, да. Ну, например, там вкус такой, люблю более сухие пива, ну, сухие, совершенно. А люди, в основном, любят сладкие. Сладкие, да. Ну, это, это советская школа, советская, 80 лет засилия лагеров таких. Да. Это кому сладковатая, да. На свой вкус я особо не ориентируюсь, я более, наверное, трагматично подскажу, к этому делу. Ну, понятно, классно. Расскажи про музыкальное свое увлечение. Очень интересно, такой, необычный, вроде, и кто по первой профессии? По первой профессии я радиоинженер, КПИ заканчивал, киевская. Радиоинженер, пивовар, пивовар, музыкант. Музыкант. Я еще и пишу иногда, у меня книжка, где книжки выходила. Да ты что, да. Так надо, я хочу почитать. А что пишешь? Ну, это было, опять-таки, я обнову путешествовал, просто описывал свои путешествия, свои какие-то, тревел. Заключение. Ну, я не был путеводителем, это просто, типа, мысли вслух, скажем так. Ну, я понял. Тоже у меня в голове возникал. Ну, я статьи иногда читаю, очень хорошо, грамотно написано, легко читается, то есть, может, не забрасывал бы это дело? Ну, может, время не хватает. Ну, да, время, такое дело. По второму образованию, у меня вообще административно-экономическое, MBA в Германии заканчивал. Ох, ё-моё. Сколько? Ну, потом, значит, руководил некоторое время большим коллективом людей, понял, что с людьми очень тяжело работать. На самом деле, это самое тяжелое работать. Да, да, каждый требует своего подхода. Ну, честно говоря, хочется чего-нибудь такого, такого, маленького, локального, с кассовым аборатом, символом буржуфии. И уюта. И то, что нравится себе, да. что нравится, как говорится, на душе и на сердце. Да, найди себе работу по душе, и ты не будешь работать. да, да. Как-то так. Вот хочется к этому все-таки рано или поздно прийти. Ну, а музыку не забрасываешь? То есть, у тебя сейчас... Стараюсь не забрасывать, но там тоже, люблю свои, есть нюансы. Если раньше у меня, там, допустим, с 2019-го, с 2015-го, была своя группа, часто играли в барах, там, на фестивалях. «Але я знову вирушаю путь, я складаю валізи, але я знову мчусь в аэропорт и безотнюю порину, але я знаю, что повернусь знову в Украину, в Украину. В Украину...» Существует так получилось, что люди там, в силу разных обстоятельств. Один там, сломал бедро, другой там, родил дочку. Ну, да. Третье, у нас надоело, четвертое ушло, там, замуж ушло. И так как-то люди разбежались, в общем-то, но у меня все-таки музыка никогда не заканчивается, даже если я бросаю, она все равно через месяц-два всплывает, я снова начинаю этим заниматься. Сейчас в основном играю сам акустические блюзовые какие-то концерты небольшие, такие камерные. На электрогитаре, да? Или на обычной? На электроакустике, скажем так. То есть это акустика, но подключенная акустика, да. то есть и продолжаю играть, продолжаю там записывать, что-то у меня студия, я сама небольшая. Вот. Ну, просто как бы музыка у меня, наверное, с самого рождения, поэтому... Сколько себя помню, столько о том, что-то музыцировал, сочинял, Так, а петь... Нет, не пробовал или поешь сам? Я пою, пою. Не пробовал или поешь сам? Не пробовал или поешь сам? И так красно, просто прекрасно в клубе загуляла, и до дому серед ночи цвим тарень вертала, найтемнейшим за капелку у венци аллею, ярко темный, здоровенный пішов до нее. Уууу. Ууууу. Маитемнейшим за капелку у венци аллею, ярко черно, знаменый, биджер там, где идти, мочки взял, и за руку показал торіжку. не пробовался где-то на кастинге какие-то там чтобы стартанути не мой формат все-таки нет я все-таки больше такой рокер блюзмэк не затребован ни на те люди ну да это такая небольшим группам людей нравятся да поэтому мне достаточно того что я имею возможность самовыграться мне этого достаточно и люди это слушают и нравятся но это и за гулянность скажем так вообще это замечательно то есть любимое дело даже два или три любимых дела просто лучше по моему быть не может потому что очень многие не могут оторваться вот как белка в колесе то есть засунули в этот маховик и они работают вот не нравится им работа но эта работа это деньги это карьера какая-то идет и вот человек крутится 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 вот так вот ничего для души и как бы ничего такого не сделано это уже такое чисто философское но как бы и у меня были такие эпизоды когда вот что работа дом работа дом да 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 потом думаешь тебе уже там далеко за 30 там уже там и уже за 40 да а ты в общем-то работа дом вот такая же тоже бодяга и также можно прожить прожить да и так и не заняться тем чем тебе хотелось многие многие так старости жалеть конечно многие так всю жизнь и не находят то есть но не решаются заняться там все бросить и заняться своим любимым делом тоже ну это же даже неважно в каком возрасте то есть это это счастье если ты самого начала то есть знаешь свое любимое дело что тебе нравится ты им занимаешься многие приходят и вот во сколько пришел в певоварение да то это уже за 40 уже было 44 ну вот как как и мне тоже 45 то есть горишьте огнем буду заниматься зима ямак можно всю жизнь прожить и так и ни разу не заняться хотя бы даже не попробовал то же вопрос там может и не пойдет может не понравится но хотя бы пробовать надо да конечно мне очень нравится подход чешский да там захотел за сапивоваром написал заявление там никого не через интернет его подал через три дня получать лицензию все работает работать все конечно все да тут третьего не дано будешь всякую фигню гнать конечно естественно люди начнут или травиться или плеваться тебя с первого закопают там закроют да но ничего имеем тоже живем ну скажем так у нас такой баланс не туда не сюда но потихоньку через тернии но продираемся до что можно считать что у нас все нормально хоть хоть не под старость лет скажем так зрелом возрасте но все-таки решили лучше поздно чем никогда правда у каждого свое время но хуже всего в конце жизни сказать даже лет что блин но у нас до делать и не сделал хотел же этим заняться и и не смогу так что друзья мои кто колеблется и не знает начинать свое дело не начинать любое начинайте хоть попробуйте хотя бы попробуйте а там уже жизнь судьба покажет оно ваше или не оно так что спасибо виктор за символ интересный разговор пока друзья пока я бачил я бачил я бачил украина украина украина